Ты, насколько я знаю, экономическую профессию получил. Мы были маленькие предприниматели, сайты были маленькие предприниматели. То есть все было очень маленькое такое. Самая такая проблемная зона в e-commerce. Два года назад ты приехал сюда, в Беерию. Насколько отличается процесс поиска работы здесь и там? Как проходят собеседования? Расскажи о том проекте, на котором ты сейчас работаешь. Какими инструментами вы пользуетесь и такие основные моменты? JavaScript, React, Redux и вся вот инфраструктура, которая дополнительно там мелких пакетов с этих связана. И интеграция с другими сервисами внутренними. Моя любимая идея это WebStorm. А какие методологии на разработке вы используете? Вот нет такой, чтобы сказать, мы вот работаем вот только так или только так. Все достаточно просто, без каких-то ограничений. Мы собираемся каждый день, каждый говорит, что он делает, что он планирует делать. Естественно, у нас разные задачи у каждого. Кто-то занимается бэкэнд какими-то разработками, кто-то больше интеграционными вещами. Допустим, я фронт-эндом. Еще несколько человек фронт-эндом тоже занимаются. Каждый говорит, что он делает. И каждому сваливаются задачи. И он их, опять же, очень героично решает. А как код доставляется в Redux? Вот в вашей команде. У нас? Ну, мы работаем с репозиторием. Сделал что-то, отправил на pull request. Проверили, все нормально. А дальше иногда на каких-то... Просто у нас разные приложения. Иногда я сам нажимаю нужные кнопки, читаю там нужные заклинания. Оно все запускается. А есть внутренняя система, которая занимается автоматической доставкой. А можешь ли ты вспомнить... Сколько на этом проекте ты уже работаешь? Около года. Около года. Можешь ли ты вспомнить о каких-то интересных проблемах, которые возникали у вас на этом проекте? У меня самая большая проблема – это документация. Потому что документации тонны. И чтобы с ней разобраться, она одновременно в голове не хочет сидеть. Там ее настолько много и столько много... Ну там целая вселенная, короче. То есть это вот такая большая бюрократия? Это не бюрократия, это просто очень много систем внутренних. И наша задача – получать данные из разных систем, как-то с ними взаимодействовать и давать пользователю делать, принимать какие-то решения. Поэтому для меня было самое сложное разобраться со всей документацией. И я с ним не разобрался даже по сей день. То есть если мне что-то нужно, я иду и опять ищу, смотрю, как оно работает. И его там огромное количество. И много систем. И системы очень сложные. Поэтому для меня было самое сложное даже не что-то сделать, а понять, как оно должно быть. Потому что технические вещи, как это сделать, это можно достаточно легко сделать. Ну а были ли какие-то... Вот если откинуть документацию, да, и твои личные к ней вот такое отношения? Нет, я очень хорошо к ней отношусь, потому что хорошо, что она есть. Было бы хуже, если бы ее не было, а сказали, ну если тебе что-то нужно, вот пойди к тому человеку, он будет через неделю, он тебе все расскажет. Ну да. Да, это действительно было бы хуже. А вот как команда, да, вот вы работаете над определенным продуктом. Были ли какие-то запомнившиеся моменты, проблемы, которые вы решали, и которые отнимали у вас больше всего энергии или каких-то умственных затрат? Да нет, все ровно. Я бы не сказал даже, что есть какой-то даже стресс, что там кто-то давит, все очень спокойно, все спланировано, нет никаких-то таких, должно быть готово на вчера, там какие-то спешки, горячки, все очень спокойно делается. Вот с теми людьми, с которыми я работал, все очень спрогнозировано, и только один раз, когда мы доставляли, когда должно было быть такой финальный релиз, там на несколько миллионов человек, нужно было показать, ну, уже выкатить на какую-то страну, то тогда мне сказал руководитель проекта, говорит, ну, на выходных ты будь готов, может быть, есть ли вдруг, хотя мы это уже проверили уже десятки раз, говорит, может быть, мы тебе позвоним. Ну, с таким даже не то чтобы извинением, но может быть. То есть это не свойственно? Ну, вообще, по крайней мере, с тем, с кем я работал, такого не было. Вот все-таки, когда я дала вопросы, один из вопросов, который для меня был, ну, очень интересным, это вопрос стресса, и вот в компании, во-первых, компания Apple сама по себе, самая дорогая компания в мире. Помимо этого, ну, продукты, которые она выпускает, они идеальны в основном, да, ну, то есть вот это ощущение, что ты владеешь какой-то идеальной вещью или чем-то. Ну, понятно, что все существует, имеют какие-то там баги и прочее, но тем не менее. Для того, чтобы добиваться таких высоких результатов, ну, мне кажется, что как бы стресс, он где-то рядом всегда, потому что ты в каком-то напряжении, ты должен быть. Вот, хорошо, в вашей команде, ну, вы там не выпускаете конкретный продукт, да, там, айфон не готовите к выпуску, но есть ли какое-то ощущение стресса вот внутри Apple перед выпуском каких-то важных продуктов? И, может быть, как-то это компенсирует компания? У меня не было. То есть все равно. Если у кого-то были, нет, потому что я заметил, что настолько все предусмотрено и спланировано на годы вперед, ну, по крайней мере, вот тот проект, который мы готовили, мы его начали еще делать тогда, когда еще общественность не знала об этом. То есть его начали готовить настолько с таким запасом, чтобы он два раза мог быть сделан. Ну, это то, что я видел. Я не знаю, как это было действительно спланировано. Я все это нахожусь-то, я-то смотрю субъективно на все вещи, только из своего очень так ограниченного поля зрения. Я не вижу всей картины в целом. Но если говорить о себе, о своих личных ощущениях, то я вижу очень такую хорошую, хорошую работу по планированию. По планированию и соблюдению. Да, по планированию и соблюдению сроков. Да, естественно, сроки все были очень жестко зафиксированы и собирались для того, чтобы проверить, а ты укладываешься в этот срок, не укладываешься. То есть, нет, ну, стресса не было. Может быть, у кого-то и был стресс. Я думаю, что у руководителей там они, наверное, все переживали, но у меня не было. Может быть, у меня такое простое отношение к этим вещам. Да, я не стрессую просто. Все-таки, работая год даже больше уже в Apple, ты, наверное, наблюдал, что какие-то люди увольнялись из Apple, куда-то уходили. И более того, сейчас ты находишься в этой стадии, когда ты собираешься поменять работу. А тебе чуть-чуть позже, буквально, вот сразу. Но по каким причинам в основном инженеры увольняются из Apple, на твой взгляд? Ну, тяжело залезть к ним в душу, узнать истинную причину. Ну, возможно, какие есть причины, почему увольняются? Ну, возможно, что-то выгодное получили, какое-то выгодное предложение. Либо, ну, так решили. Ну, я бы не сказал, точнее, я не знаю даже, есть ли такие ситуации, когда уходят по какой-то личной неприязни. Вот, типа там, а вот тот такой-то, я уйду, все, там, хлопну дверью. Я вот такого даже не слышал. А как общение, какое у вас вот внутри команды? Ходите ли вы на обеды вместе? Дружите ли вы? Или это просто поработал, ушел, до свидания? Ну, так как я сам по себе не очень такой компанейский парень, особенно с... Мне тяжело общаться на английском, на какие-то повседневные темы. Поэтому мы иногда ходим просто так, ну, на обед, если пересекаемся, можно там посетить, поговорить. Но так как много русскоязычных, то мы собираемся своими... А, то есть так... Своими компаниями. Да, даже собираемся там иногда из разных зданий. Как-то так синхронно получается. Интересно. Такой комьюнити выпал. Почему ты решил уйти из АП? Ну, потому что я получил предложение из одного стартапа. На данный момент взвесив, взвесив все, я думаю, что это будет... В перспективе нескольких лет это будет выгоднее для меня. Выгоднее в каком плане? Материальном? В плане развития? Во-первых, материальным. Потому что мы не можем считать, что мы живем вечно. Наш ресурс, он очень сильно ограничен. Поэтому нужно это время использовать эффективно. И какие-то сентиментальные вещи лучше опускать. Нужно достаточно холодно делать расчет. Допустим, вот я делаю так-то, так-то, чтобы получить вот такой-то результат. Естественно, с переходом в новую команду будут новые задачи. Возможно, даже задачи сложнее. Потому что новый продукт, он достаточно большой. И придется много делать. Конечно, уровень должен тоже подняться. Приятно удивило то, что в новой компании еще люди меня, по крайней мере, собеседовали из Фейсбук, из Твиттера, которые тоже там проработали. Один и тот же парень проработал 8 или 9 лет в Фейсбуке и ушел. То есть вот его мотивация. Почему он ушел? Вот его я не понимаю. Но, как я догадываюсь, он тоже рассчитал, посмотрел, почему ему выгоднее уйти. Ну, все-таки. Меня немного как бы не настораживает, но мне казалось, что в корпорациях как раз-таки платят бешеные деньги. Ну, относительно, чем больше ты работаешь. Ну, почему ты не попробовал сойти с контракта, а пойти в корпорацию? Там дают стоки часто. Ты об этом не думал? Стартапы дают тоже стоки. И вероятность, точнее, риск больше. Риск по стокам, он выше. Ну, и, соответственно, чем выше риск, тем, возможно, больше ты можешь заработать на это. На столках компаний. А стартапа. А ты можешь говорить об этом стартапе? Ну, то есть, чем они занимаются? Они разрабатывают систему прогнозирования, искусственный интеллект. Для корпораций. А какая твоя роль в нем будет? Тоже фронтенд. Только вот что-то у меня фронтенд тянет. Ну, зато, значит, ты хороший специалист в этом. И это действительно то, что тебе нравится. У меня в конце обычно философские вопросы, но сейчас еще до конца есть время, скажем так. И помимо того, что ты работаешь в Apple, я знаю, что у тебя есть курс, который ты здесь в основном для русскоязычной аудитории по фронтенду и по QA создал и ведешь успешно. Расскажи об этом. Что тебя мотивировало? Почему ты решил кому-то, кого-то, чему-то учить? Ну, понятно, что у тебя в прошлом уже есть некоторый опыт. Ну, расскажи о причинах. Да, идея родилась полтора года назад. Она была примерно такой. Почему бы не попробовать взять людей абсолютно без опыта, неподготовленных, и довести их до трудоустройства? Вот, собственно, эта идея, она как была, она также и остается в таком же виде. Просто подходы поменялись. Сначала я взял семь человек. Из них четыре трудоустроились. На это все ушло порядка полугода. Это была долгая работа. Мы собирались по три раза в неделю, по два, по три часа. Это занятия были. Это было после работы. И сейчас формат точно такой же остался. То есть все, я уже веду это не один, уже несколько преподавателей, но все преподаватели практики. То есть никого теоретиков, кто-то там с утра до вечера рассказывает студентам, нет. Мы все и студенты, и преподаватели работают. Ну, студенты занимаются, чем им хочется, для того, чтобы заработать деньги. Они не должны оставаться вот в состоянии такого ученика. преподаватель тоже практики. Они ходят днем на работу, постоянно практикуются. Они все время либо пишут код, либо делают какие-то другие проекты, не связанные с кодом. Ну, в основном это все программисты. Ну, вот, собственно, ты тоже один из преподавателей. Да, поэтому только практики, и мы занимаемся вечером, чтобы было удобно. Правильно ли я понимаю, что в целом, если человек совершенно не в тег-индустрии, то есть, допустим, не знаю, водитель Uber, или где-то, я не знаю, я работаю в кофешопе, допустим, да? Ну, я, может быть, как-то все-таки около этой аудитории. Ну, допустим, вот человек с нулем знаний в IT. Может ли прийти и получить? Ну, давай сразу скажем, что это не для всех. Есть люди, которым это не подходит. Ну, вот это не их. Но из вот нашей группы, кто, допустим, первый месяц закончил, второй, они, это точно можно сказать, что они подходят. Потому что кому это не подходит, они отваливаются в первую неделю. Они сразу чувствуют, что они, о чем начинаем говорить, они не воспринимают эту информацию. Ну, есть такие. Поэтому с ними легко прощаемся. А те, кто решили продолжать, то ведем их до конца и заботимся о каждом. Стараемся довести его до интервью, чтобы у него уже пошел этот процесс. Потому что самое сложное, это даже не дать знания, а самое сложное, это переломить такую внутреннюю, внутренние стереотипы, внутреннее убеждение, что я не смогу, у меня еще недостаточно знаний и все прочее. Ну, есть такая проблема. Да, это правда. Я тоже по себе это знаю. Давай немножко тогда разделим. Есть QA-курс и есть фронт-энд-курс. Правильно? Ну, сейчас мы решили пока ввести только QA и отдельно курсы, просто отдельные по программированию, не выделяя их во фронт-энд либо бэк-энд. То есть, таки курс, мы сейчас еще ведем, начинаем ввести курс по Java. Отдельный курс просто по Java. Он не привязан к какой-то специальности, он не привязан к какому-то результату, типа вот вы устроитесь на работу как Java, разработчик. Это для тех, кто хочет повысить свою квалификацию как программиста, либо полностью, либо с нуля научиться программировать на Java. Но здесь даже нет какого-то настроя на то, чтобы найти работу. А в курсе QA, почему вообще QA мы взяли? Потому что на QA сейчас есть потребность. Сейчас компании хотят набирать QA. Ну, вообще-то потребность, она достаточно давно идет, но просто в QA еще легче всего зайти. В QA не такой высокий порог входа относительно всего остального. Но я бы не сказал, что туда берут всех попало. И наша направленность, наш акцент, даже две трети всего времени мы посвящаем тому, чтобы программировать. Это не просто QA, это уже QA-инженеры. Те люди, которые пишут код, которые за 4 месяца, они не станут суперспециалистами, они, конечно, на интервью в Google, в Facebook не пройдут. Но у них уже есть хорошая база, они могут уже начинать проходить интервью. Некоторые даже устраиваются во время курса на работу и начинают свою карьеру. Сейчас вот здесь, да? Все-таки у вас получается оффлайн, да, курс такой? Нет, мы собираемся в онлайн. Онлайн. Онлайн курс. Отлично. Но, тем не менее, здесь достаточно высокая конкуренция именно в области QA. Есть. И при этом достаточно много русскоязычных, ну там, или основателей русскоязычных этих QA, даже на русском языке, возможно, есть. В чем ваша особенность? Так как мы ориентируемся на русскоязычных людей и в основном на мигрантов, которые только-только приехали, может быть, с какими-то своими иллюзиями, так же, как я приехал когда-то, тоже со своими иллюзиями. Цель такая. Взять человека без предварительного опыта, даже, может быть, без знания английского языка и довести его до трудоустройства. Но, опять же, дать гарантию, что ты после курса найдешь работу, тоже нельзя, потому что мы даем знания, мы даем практику, мы стараемся раскачать, дать самые необходимые навыки. Курс длится сейчас 4 месяца, но на 4 месяцев, ну, нельзя сказать так, что 4 месяца, и ты готовый специалист. Потому что кому-то нужно чуть больше времени, кому-то нужно чуть меньше. Кто-то даже за время курса находит работу, кто-то через несколько месяцев после курса. Поэтому цель, чтобы человек во время курса уже начал искать работу, уже начал проходить собеседование, чтобы он хорошо научился программировать. То есть мы делаем, мы выделяем 2-3 времени всего процесса на то, чтобы программировать. Пишем код. А уже остальное какие-то дополнения, типа какие-то общие темы. И я сконцентрирован только на тех темах, которые нужны для прохождения собеседования. Например? Мы знаем те темы, которые спрашивают на QA, в общем, и готовим их очень хорошо. Если, ну, сейчас мало какое интервью проходит без решения задач. Поэтому мы решаем задачи. Мы много решаем задач на алгоритмы, структуры данных, чтобы у человека была база. Не просто, что он знает, как делается тестирование, все эти методологии. Да, это несомненно важно. Но мне важно, чтобы этот человек был технически готов, чтобы он мог даже после этого развиваться, и он мог решать не только задачи с кодом, а он мог вообще решать любые задачи, которые ему будут приходить по работе, чтобы у него его ум, его образ мышления, он был, стал, если до этого не было, чтобы стал техническим, чтобы он, когда приходил на интервью, на это испытание, чтобы он подходил к нему как к какому-то квесту, а не как к какому-то наказанию. Он должен приходить на интервью с задачей пройти этот квест, получить какое-то вознаграждение. Я знаю, что у тебя еще есть курс для детей. Да. Дети – это очень важно, потому что я когда был подростком, у меня было несколько, я получил несколько частных уроков, я помню их до сих пор. Я думаю, что дети, которые ходят к нам заниматься, для них это тоже будет очень полезно. Мы с ними учим все те же самые темы, это не, даже не скретч, когда это там код бегает по экрану, это не игры, мы пишем код настоящий, просто я составил программу, чтобы это было интересно, чтобы… Так, какой возраст? Вот сейчас от 9 лет. Вот от 9 лет, 9-15 лет, вот средняя наша такая вот вилка, чтобы им было интересно решать эти задачи. Естественно, там не такое объяснение, как для взрослых, приходится останавливаться на каких-то темах, подробнее их, чаще повторять. Мы делаем даже уроки короче, но чаще. Мы делаем по полчаса каждый день, либо 3 раза в неделю, и пишем точно такой же код, как и все остальные, чтобы они, кто-то после школы, чтобы не тратили время на колледжи, на какие-нибудь еще, чтобы… Ну, какая цель колледжа? Найти работу. Зачем тебе идти в колледж, если ты можешь уже сразу получить работу такую, если бы ты отучился в колледже несколько лет? Да, это правда. Ну, моя такая цель, чтобы люди не тратили свое время на то, что им не нужно. Потому что колледж, даже айтишный колледж, там компьютер-сайенс, дает фундаментальные знания. Но ты эти фундаментальные знания можешь и сам взять, если ты будешь иметь какую-то базу. Дай какие-то примеры, кейсов своих учеников, ну, которыми ты, допустим, гордишься. Вот показательные. Был тем, стал тем. Работал там, стал работать здесь. Ну, можно все отзывы посмотреть на сайт. Я с некоторыми людьми, кто согласился сняться в моем кино, они есть на сайте, их можно будет посмотреть. Да, ссылка будет в описании. Ну, сейчас просто приведи какой-нибудь один-два примера. Да, ну вот люди приезжают, они устраиваются куда-то, на стройку. Да, вот представь, ты настраиваешься на стройке, ты идешь в офис. Это пример? Да. Это хороший пример. Другой вариант. Я, допустим, приехал, мне нечем заниматься, водил Uber. Да. Тоже переходит на зарплату, допустим, там 140 тысяч. Правда классно, да? Ну вот это реальный, реальный пример. Причем это был вот наш товарищ. Я с ним проводил предварительное собеседование, мы репетировали. Были некоторые у него слабые, слабые места. Я ему сказал, показал, где его слабые места, он подготовил. Мы сделали еще несколько интервью, потом я дал ему референсы в несколько компаний, там, где у меня были знакомые HR. Он прошел, и, например, ему дают, там, в одной компании 90, в другой дают 100. Ну, в итоге вот этих всех манипуляций он смог получить уже финальный оффер на 140 тысяч. Хороший, да? Потрясающе, да. Хороший, правда? Ну, первая работа. Первая работа на 140 тысяч, это хорошее. Но при этом, конечно, нужно быть невероятно сконцентрированным, потому что он решал много задач. Он готовился и читал, и смотрел дополнительные видео. Это не только то, что он у нас получил. Это его еще личная ответственность. Ну, на самом деле, я так сделаю небольшое лирическое отступление, но люди, которые ждут, что они пришли на курс, и после этого на этом все, они должны получить работу, это не так. Это всегда большая работа. То есть собственная работа, которая там, как вы ищете работу, как часто вы отправляете резюме и прочее, никто не приведет за руку. Все верно. А еще знаешь, какой стереотип? Это было два парня, а другой стереотип – это о женщинах. Вот женщины почему-то самые талантливые, по крайней мере, вот тех, кто у нас учится, у них очень хорошие результаты, но самые скромные. Да, кстати, об этом я тоже, у меня есть отступление, о том, что женщины здесь, здесь есть как бы, поскольку в Америке вот эти все движения за женщин и прочее, прочее, это есть. Но действительно, я как рекрутер могу сказать, что женщины платят, не платят, а просят зарплату значительно меньше и очень неуверенно об этом говорят. Хотя американские работодатели, ничего нет, нет разницы платить женщине или мужчине такую зарплату, но просто если человек скромно просит, так и дают. Поэтому женщины, если вы меня смотрите, будьте увереннее в себе, просите больше денег. Не то, что даже просите, а нужно себя преподносить, ну как бы как… Да, будьте уверены. Не надо скромнее еще, потому что это скромность, вот с кем я общаюсь, даже вот мы вчера делали встречу, решали задачу доски, как отдельная дисциплина решения задач доски, то есть когда нет компьютера. Девушки решают хорошо, но почему-то я спрашиваю, ты уже проходишь собеседование? Нет, я еще не готова. Я спрашиваю, какого ты ждешь состояния, когда ты будешь готова? Никогда нельзя быть в состоянии полной готовности. Вот кого не спроси даже, кто уже работает на очень крутых должностях, спрашиваю, ты готов к интервью? Ну, может быть, кто-то и готов, но в основном это чем больше ты знаешь, тем меньше уверенность, великие знания приумножаются. Ну и к тому же собеседование это еще один этап обучения, то есть вот как у тебя было. Это отдельная дисциплина, представим себе, что если работа, ну, представим, ты на работе чувствуешь себя как балерина, ты выполняешь там работу такого художественного танца, то прохождение интервью это как скалолазание. То есть это совершенно разное или как спортивная рубка дров. Вот примерно так. Рубка дров на скорость. Мне нравятся твои аналогии, да. Ну да, но по сути получается, что так. У меня еще один пример с женщинами. Они, у нас есть несколько, несколько девушек, которые с маленькими детьми на руках присутствовали на занятиях. Иногда, допустим, когда просишь, там ответь что-то, там слышно еще, как дети помогают. То есть ребенок на руках учится и устраивается на работу, проходит интервью. А какие интервью? В основном у нас ну почему-то так получается, что чем чем круче броня, то есть чем больше знаешь, тем круче монстры попадаются, тем сложнее вопросы тебе задают. Поэтому чем лучше они готовы, тем они на сложнее интервью попадают, им сразу дают код. И кому-то попадаются те задачи, какие мы решали, кому-то какие-то вариации. Но в общем-то пока что все идет хорошо. Давай в завершение интервью. Во-первых, хотелось бы, как я говорю, пофилософствовать немного. Кто такой, на твой взгляд, хороший ученик? Какими качествами должен обладать? Я думаю, хороший ученик это сфокусированный и мотивированный человек, который знает точно, что он должен это сделать, что он готов в чем-то себя как бы так напрячь, чтобы это сделать, потому что мы по умолчанию не хотим заниматься ничем. Не хотим заниматься ничем сложным. Нам хочется, чтобы это все было легко и так как-то весело. Мы готовы смотреть телевизор, потому что это очень легко. Да, вот ты залип и сидишь. А здесь нужно напрягаться, здесь нужно что-то новое изучать, нужно участвовать в общих встречах, нужно читать какую-то документацию, потом это большой стресс ходить на интервью, принимать звонки. Даже некоторые ребята сбрасывают звонки. Им звонят человек, уже там, ну, рекрутер, явно рекрутер. Они даже знают, из какой компании звонить, они сбрасывают, потому что они чувствуют, что они вот как-то вот не готовы. Вот это вот внутренняя неуверенность. Поэтому для меня идеальный ученик это тот, который сфокусирован, который мотивирован и который готов себя презентовать. В общем, такой продавец. Потому что пройти интервью это тоже продажа. Продажа себя, конечно. Последний вопрос, который я бы хотела тебе задать, это о твоих планах на карьеру. Вроде бы, как ты здесь не очень давно, но в то же время у тебя уже все-таки большой опыт и в IT, и не войти, и в преподавании в том числе. Что дальше? Как ты себя видишь? Вот кроме того, что перейдешь в новый стартап, допустим, лет через 10? Вот я как рекрутер задаю тебе очень популярный вопрос. Как ты видишь себя через 10 лет? Еще один завоеватель мира? Может, миру хватит уже завоевателя? не знаю. Не знаю. Частично это течение. Я не знаю, куда оно все приведет. То есть ты идешь? Будем смотреть, да, будем смотреть. Я стараюсь решать проблемы по мере их поступления, а там и принимать решение уже по мере того, как оно появляется. Наверное, интуитивно. Я принимаю решение иногда интуитивно. Да. Здорово. Спасибо тебе за это интервью. Спасибо. Своим подписчикам я обращаюсь к вам. Хочу сказать, что если вы хотите учиться у такого искреннего и знающего преподавателя, обязательно загляните в описание к этому видео или в прикрепленный комментарий. Там я положу все ссылочки нужные. Ну а мы с вами встречаемся в следующем выпуске. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok